Доброго времени суток, меня зовут Нексим, я являюсь сертифицированным экспертом Zendesk в компании CloudFresh. И сегодня мы поговорим с вами о динамическом контенте, что это такое, как его настраивать и для чего он нужен. Для того чтобы настроить нам нужно перейти в центр администрирования. Для этого мы можем воспользоваться кнопкой четырех кубиков и центр администрирования. Далее при помощи поиска найти динамический контент. И собственно говоря здесь у нас будут находиться абсолютно все наши динамические контенты. Что же для чего он нужен? Динамический контент позволяет создавать стандартные ответы на разных языках. макросы, триггеры, правила фонотизации и также при наших полях. То есть одним словом, если же у вас есть все на английском языке, к примеру, да, и вам его нужно допустим русифицировать, то вы можете использовать динамический контент и при этом не создавать много похожих правил на другом языке. Это поможет динамический контент. Для того чтобы создать правила динамического контента нам нужно добавить элемент. У меня есть пример, давайте продемонстрируем. он называется домен. Это говорится о том, что у нас есть поле, которое называется домен. Я хочу, чтобы это поле отображалось по умолчанию на английском языке, но если же у оператора, допустим, русский язык, то для него отображалось на русском. Так же самое и для наших клиентов. Для того чтобы создать или добавить варианты, мы даем название обязательно и дальше даем варианты. Для этого нажимаем добавить вариант. Я продемонстрирую на готовом. Как видите, в контенте у нас доступно все, что мы можем прописать, условно говоря. Сюда мы можем дать перечень текста из нашего макроса, из наших правил крометизации, триггеров. И при помощи этого мы можем как раз русифицировать или перевести на другой язык. К примеру, у меня здесь слово «contact». Есть домен. Я его задал, также хочу добавить вариант на другом языке. Петя у меня есть на русском. Добавляем варианты, выбираем язык. Опять же, все языки настраиваются в настройках самого аккаунта. Вы можете выбрать, какие языки поддерживаются в вашей системе. И на основе их вы можете, к примеру, выводить какие-то другие варианты на разных языках. Выбираем тип языка. Статус. Будет ли использоваться это как по умолчанию. То есть, неважно, есть ли же у пользователя, как только он создает тикет конечного пользователя, он видит это поле не на своем языке, а на языке по умолчанию. И добавляем контент, условно говоря, это будет та же самая домен. Нажимаем создать. И таким образом мы добавили варианты. Как видите, поле одно. У нас есть определенного рода перемены. Что мы с ней делаем? Мы копируем эту перемену, которая называется DCURussian. Идем в наши поля. Если же это поле. И, к примеру, видим наше поле домен. Выбираем его. И вставляем эту переменную для заголовка, видимо, для агентов. Или же, если у вас это поле доступно для изменения конечным пользователям, мы также его сюда вставляем. Также будет работать и с макросами. Вам достаточно скопировать переменную. И при создании вам нужно выбрать тип комментарий. Комментарий описаний. Вы можете вставить эту переменную. То есть, каким образом будет автоматически подтягиваться тот или иной текст. Всем спасибо. Всем всего доброго. До свидания. До свидания.